Палец не попадает в камеру? Все. Так, мы находимся сейчас на второй площадке. Коротко расскажу, почему мы сняли вторую производственную площадку. Продажи растут. Ту первую площадку, которую вы привыкли видеть, на ней уже пространства не хватает. Готовую продукцию хранить негде, и поэтому мы сейчас сняли вторую производственную площадку. Про нее сейчас расскажу и покажу. И перед этим объясню, почему так было сделано. На первой площадке за весь цикл производства сейчас будет отвечать один человек. То есть один человек будет ездить, закупать, размеры делать, кормить их, соответственно, отвечать за склад, снабжение, которое есть на той площадке. Часть народа у нас, мастеров, с той площадки перешли сюда. То есть там за готовую продукцию на выходе будет отвечать один человек. То есть, грубо говоря, он будет начальником цеха, мы ему дали деньги, он поехал, купил расходные материалы, полный цикл за работой произвел, заплатил работу, заплатил аренду. Выдал нам готовую стойку, которую мы провизировали, проверили, что она надлежащего качества. И этот же человек отвечает за доставку по накладным до транспортной компании ПЭК по тем адресам наших клиентов, которые мы указываем. На второй площадке, на которой мы сейчас находимся, здесь будет за качество сборки отвечать другой человек со своей командой, со своей службой снабжения, со своим бюджетом. Давайте короткую покажу. Вы видите, мы бы, конечно, хотели снять какие-то красивые помещения, но они всегда стоят дорого, поэтому снимаем вот такие старые цеха советские. Вот у нас, если здесь посмотреть, там, видите, другое производство выходит, люди собирают какие-то там туалеты, детские домики, еще что-то, тоже деревянные продукты. На текущий момент сюда, Саша, сколько каркасов завезено? 30? Около 30. Около 30 каркасов завезено. Вот здесь света нету, вот здесь нет цвета. Но тут две комнаты, проведется свет, что-то тут должно сделаться с вытяжкой, там будет покрасочное, там, где мы будем... Видите, они приезжают, их... Это мы шлифуем здесь или они такие приезжают? Приезжают такие. Вот они зашлифованы, соответственно, мы где-то их еще подчищаем и порошковой краской, да, или как это делается, называется. В общем, мы их красим. Для того, чтобы их красить и при этом не пачкать весь основной цех, детали и готовую продукцию, вот здесь есть отдельное небольшое помещение, туда заносится рама, там пока света нет, рама туда занеслась, дверь закрылась, мастер там все покрасил, вытяжка все необходимое вытянула. А вот здесь будут верстаки поставлены, здесь будет цех, в котором мы будем, соответственно, доделывать какие-то вещи, там, дрелью, где нужно просверлить отверстие, петлю насадить на какой-то ЛДСП или еще что-то, для того, чтобы в основном цеху здесь меньше было пыли. Это необходимо для того, чтобы изделие готовое отправлялось нашим клиентам в чистом виде, то есть без пыли, без грязи. Вот видите, здесь уже на данный момент, вот это основное помещение сборки, здесь на данный момент, мы уже 3-4 дня, как запустили производство, потихонечку здесь наведем порядок. Вот такие максимально дешевые, старые, толхозные производства, как говорится, крутых ютуб-блогеров сюда на обзор не позовешь, портняги над ему не позовешь, разборщика не позовешь, красоту, так сказать, тут не наведешь, но за то, что это позитивно влияет на стоимость аренда, а низкая аренда позитивно влияет на конечную стоимость продукта. Поэтому нам проще сказать, ребята, да, у нас обшарпанные стены, да, грязный деревянный пол, зато это дешево и, соответственно, конечная стоимость продукта дешевле, чем у конкурентов. А качество еще и выше. Давайте проревизируем готовую продукцию. Это уже новая технология, Саша? Чем вырезали? Как это называется? ЧПО-станки. Вот смотрите, что опять изменили? Вот, Саша, подойди к крупным плану, смотри, покажи. Вот эти вырезы уже делали на ЧПО-станке. Прям давай покажем, что нет никаких царапин, потому что там кто-то до этого нам сказал, что какие-то были царапины. Видите, царапин нету. На ЧПО-станке сейчас вырезаются вот эти вот углы, для того, чтобы царапин не было. Вот эти края тоже, я так понимаю, там вырезаны. Вот видите, полностью идеально вырезаны и без каких-либо царапин. То есть стекло будет еще целее. Я на самом деле думал, что и это-то было идеально, но вот мы присмотрелись к видеоотзывам, которые нам присылают, поэтому специально для вас делаем еще лучше. Так, давайте проревизируем. У вас какие-то здесь отсутствуют, да? Давайте вот эти стоочки посмотрим. Так, у нас же изменений больше-то никаких не было, да? Просто покажем, что вот такое качество. Качество. Раньше мы отправляли стойки. То есть, там силикон. Отправляли стойки так, что вот мы сюда кофемашину клали, и они по дороге, даже через картон, микроцарапины наносили. Сейчас так уже не делаем. Вот, поэтому царапин здесь не должно быть. Давайте по периметру всю стойку пройдем. Здесь уже наклеечка наклеена. В ближайшее время, я думаю, что после Нового года сделаем логотип. Здесь уже вот эти два сантиметра предусмотрены. Защита от влаги при уборке. Давайте по периметру пройдем, покажем. Здесь сзади, в принципе, что смотреть. Везде все идеально. Красивая тыльная сторона полностью. Грамотно сделана. Даже не знаю, что еще показать. В принципе, изменений-то вроде не было, да, никаких последований. Единственное, что изменилось в последнем разу. Хотел вам только показать, что вот у нас новый цепь появился, вторая площадка. И вот изменения ЧПУ-стонок, которые делают сейчас идеально красивыми. Вот это вторая площадка. Мы сейчас готовимся к тому, что у нас первая площадка собирает 20-25 стойок в месяц. Вторая площадка будет собирать, я надеюсь, что в этом месяце 15-20. Да, Саша, что берете, 15-20. Мы на текущий момент, у нас темпы продаж, они опережали в свое время наши сборочные площадки. Мы продавали больше, чем собирали. Сейчас у нас мы наращиваем производство. Теперь у нас мы готовы собирать больше, чем мы на данный момент продаем. Поэтому вас ждем, наши новые клиенты, потому что мы к вам уже готовы наращивать производственную мощность. И теперь на добивочку третья информация. У нас появился третий сборочный цех. Я сам на нем еще не был. Он находится в другом городе. Я ему покажу эту третью площадку позже. На данный момент, почему мы завели третью площадку? Вот так люди посмотрели на нас, сказали, вы ребята вообще нереально крутые. Нам нравится, что вы говорите и делаете. У нас есть производство мебельное. Давайте мы на базе нашего мебельного производства ваши стойки будем собирать по вашим заказам, по вашим чертежам. Пообщались с ребятами, поняли, что давайте попробуем. Дали им денег на закупку материала. Я не помню, сколько мы мне заказали. И они вот-вот на днях должны произвести первые 3-4-5 или 10 стойок. Уже не помню, сколько. Поедем к ним смотреть. Когда мы к ним поедем смотреть, вот смотрите, это умное качество, которое я считаю, что это умное. Вот если они такого же качества стойки соберут, что нам понравится, соответственно, будем у них тоже эти стойки заказывать. Соответственно, здесь уже в январе будут собираться, в январе и феврале уже будут 20-25 стойок собираться. На первой площадке 25 стойок будут собираться. Вот 50. И на той площадке, допустим, еще 20-25. То есть 75 стойок мы можем продавать. А сейчас мы в месяц продаем примерно 30-35 стойок. Соответственно, мощности у нас зарезервированы X3. То есть мы готовы к троекратному увеличению продаж. Очередь, которая сейчас есть на кофемашине, сроки у нас по подгрузкам сейчас увеличены. Но в январе и феврале ажиотаж упадет, поэтому ждем наших клиентов новых, ждем наших клиентов за повторными продажами. Потому что в январе и феврале будет уже намного проще. Вот этот дикий ажиотаж, который сейчас случился с кофемашинами, что все клиенты побежали покупать кофемашину, он спадет. Это первый. Второй момент, мы видим, как некоторые продавцы, которые суперпродавцы, они уже начали продвигать три типа кофемашин. Вот Blutech G23, который используем мы, они начали предлагать Saeco и еще какая-то третья кофемашина. Забегая вперед, друзья, скажу одну простую вещь. Неожиданно на рынке новых, хороших кофемашин и производитель не появилось. До того, как все начали продавать, и Saeco, и этот третий производитель, не помню какой, они уже были на рынке. Но почему-то сначала все пришли продавать на Blutech. Так, задайте вопрос, почему они сразу пришли на Blutech, а сейчас переходят на Saeco и будут этот самый вам Saeco предлагать как очень хорошую машину. Задайте один простой вопрос, почему вы тогда год назад или два года назад сразу не пошли на Saeco, а сразу пошли на Blutech. Посмотрите, будет очень интересно, какую уловку они придумают для того, чтобы объяснить клиентам, почему сейчас, когда на рынке очередь на Blutech, для того, чтобы не терять потенциальных клиентов, для того, чтобы продолжать набивать карманы прибылью, они перешли на Saeco. Очень просто для того, чтобы Saeco есть прямо сейчас на рынке, они есть на складах, они без очереди, и их быстрее можно отбирать. Просто для того, чтобы продажи не стояли. Heyday Coffee будет до последнего оставаться на Blutech по нескольким причинам. Во-первых, мы углубились в глубину в настройках этой кофемашины, мы в ней хорошо разбираемся. Во-вторых, данная кофемашина или наоборот наша стойка удачно, идеально оптимизирована под форм-фактором Blutech. В-третьих, когда клиент покупает у нас кофемашину, мы же понимаем, что он нам будет вопросы задавать. Соответственно, мы готовы на эти вопросы отвечать. Но если мы сегодня продали ему Blutech, а завтра мы начали продавать другим клиентам Saeco, количество вопросов будет прежнее, но количество знаний, которые мы должны будем получить, оно будет в два раза больше. Потому что точно так же, как хорошо мы сейчас разбираемся в Blutech, нужно будет точно так же разбираться в Saeco. А это время, это ненужные вот эти вот проблемы и время, которые с этим могут быть связаны. Поэтому с удовольствием наблюдаем за тем, что большая часть лидеров, они сейчас переходят на другие кофемашины, предлагают уже три варианта, это нам нравится. И второй момент, мы видим, что все, кто вот там под нами, меньше нас продают, они вообще рванулись чуть ли не на супер дешевые кофемашины, те, которые прям чуть ли не на скафе или на стеле, или как они там называются, которые даже на заправках можно было раньше увидеть. Эти вообще, ну как бы, пусть продают все, что хотят, часть спроса с Blutech упадет. После Нового года, от праздного новогоднего праздника, будет вообще все хорошо, как летом, когда на этой кофемашине не было никакого ажиотажа, не было на него спроса. Еще один момент, как мы сейчас решаем проблему с поставками кофемашины. А проблема-то в чем? Просто увеличенные сроки. Если раньше мы продавали первым клиентам, срок ставили 20 дней, на текущий момент, на 29 ноября срок ставим в договорах 45 дней. Друзья, если вы смотрите это видео сейчас, а через месяц нам написали, вдруг условия изменились, они, возможно, изменились, будьте к этому готовы. Они могут быть как меньше, так и больше. Поэтому, если вы, друзья, вот мне иногда говорят, Константин, вы там в видео говорили, что цена такая-то. Я его вчера буквально посмотрел, а сегодня вам пишу, что вот цена изменилась. Дружище, то, что ты его вчера посмотрел, а сегодня не написал, у тебя ощущение сказано, что цена за один день изменилась. Но видео-то выпущено 2 месяца назад, то, что его вчера посмотрел, я же не виноват, за месяц все, что угодно может поменяться. Сами понимать, что цену поднимаем не мы. Кстати, вот эта стойка в сборе, она у нас стоит 65 тысяч рублей. Вы можете вот так ее у нас купить, это 65 тысяч рублей. И если хотите, любую кофемашину сюда поставьте, любую. Любые сливки, сахар, сиропы, все, что угодно можете поставить. Криминал, банковская оплата, подсветка, здесь уже есть работающая. Если хотите, купите у нас стойку. И она у нас как стоила 2 месяца назад 65 тысяч рублей, так и сейчас она стоит 65 тысяч. Вот вам доказательство того, что Константин Петров ни на 1 рубль за эти 2 месяца цену на свои услуги не поднимал. Цены поднимают дилеры, которые продают нам эти самые кофемашины. Кофемашина за эти 2 месяца подорожала, внимание, на 60 тысяч рублей. Поехали дальше. Надеюсь, мысль я закончил. Так, а, кстати, вот смотрите. Это уже что, кому-то отпродано, да? Вот, в принципе, уже кому-то стоечка отгружается в Ростов-на-Дон Трещев. Вот, кстати, весь ты смотришь нас. А Трещев это что, фамилия или что? Трещев, фамилия оказывается. Трещев. Давайте посмотрим. Вот стоечка у гражданина Трещева собрана. В принципе, да, эта стойка уже чья-то, она поедет своему клиенту. Ключики, видимо, уже куда-то отложены. Скорее всего, да? Да, да. А, вот видите, как готовится. То есть здесь у нас уже короб, раз, провода, которые идут непосредственно к терминалу банковской оплаты. И ключи от самой стойки. А, и два болта, которыми крепят саму стойку. Стойка уже готова к обгрузке, наверное. Тут у нас еще Дима, да, обгрузками занимается, или ты не в курсе? Дима, наверное, здесь занимается. Все в полностью бесправном состоянии. Красивая, аккуратная стойка поедет к своему клиенту. Ну, кстати, посмотри-ка, это герметиком, как красиво сделали. Покажи. Красивая полоска герметика, для того, чтобы, если вдруг кофе пролили, чтобы она вот туда не попадала, в щель между ЛДСП, для того, чтобы ЛДСП не набухал, если вдруг пролили кто-то, да, соответственно, пусть она вот так аккуратненько сюда стекает. Что еще хотел показать? Так, у нас что там? Ничего в этом? Там раздевалка просто? Раздевалка. В принципе, вот такая раздевалка, друзья. Друзья, приходите в хей-дэ и кофе. Мы стараемся от души. Видите, вам все показывают. Даже если мы где-то что-то там, может быть, вам не вовремя ответили, мы просто не успеваем. Сегодня у нас было трехчасовое собрание в офисе. Мы как раз обсуждали. У нас появляется отдел сопровождения, у нас появляется отдел продаж. Соответственно, будем в эту коммуникацию. Сейчас весь трафик, все вы, кто захочет купить стойку, в первую очередь попадаете на меня. А попасть на меня, это что значит? Это значит, что вы можете мне написать в тот момент, когда Константин Петров снимает видеоролик, или разговариваю с поставщиками, или снимает выклад видео на YouTube. Могу быть просто занят. Поэтому извините, если вы к нам обращаетесь, я вовремя не ответил. Мы обязательно эти вопросы с вами урегулируем. И будем в дальнейшем отвечать быстрее и оперативнее. Но, скорее всего, просто будет вам отвечать за менеджер по продаже. Ну, в любом случае, даже если будет отвечать менеджер по продаже, всегда знайте, как найти Константина Петрова в Инстаграме. КОС.Петров. И номер телефона 8-989-287-1445. Друзья, если есть вопрос, маленький вам пройдет предварительным. Сохраните номер телефона в записной книжке «Константин Петров. Хайдей Кофе». Потом напишите мне на WhatsApp свой вопрос, да, и я по мере возможности вам перезвоню или отвечу. Лучше сразу не звоните. Сначала напишите, обозначите, представьте, напишите свой вопрос, и я вам перезвоню. Все, на связи был Константин Петров. Надеюсь, как обычно, все у нас понятно, круто, замечательно. Ждем вас среди наших любимых клиентов. Псюху!